Я приветствую всех зрителей и подписчиков нашего канала. Сегодня у нас Елена Дмитриевская, ведущая нашего канала. Мы сегодня обсуждаем две темы. Это экспедицию, которая прошла совсем недавно, зимняя экспедиция на перевал Ятлова, и конференцию 2024 года в Екатеринбурге. Елена, здравствуйте. Здравствуйте, Олег, здравствуйте, дорогие зрители. Темы эти очень интересные, они у нас лободневные. Только что вернулись из похода наши уважаемые походники. Олег, Стас из Дакимов, с которым мы тоже мечтаем увидеться, и другие ребята, которых мы, наверное, многие из вас уже знаем. Сейчас, да, и прошла действительно конференция. Это такое знаковое событие, потому что 65 лет все-таки. Конференция была в чуть более расширенном формате, чем обычно. И тоже достаточно интересно, да. Поэтому будем общаться, будем узнавать новости. Да, Елена, ну вы тогда, у вас, наверное, есть вопросы какие-то по поводу нашей экспедиции. Наверное, начнем с нее, а потом уже переключимся на конференцию, да? Ну, я уже посмотрела видео, которые были выложены на вашем канале. Составила какое-то и собственное мнение, конечно же. И, в общем, все это сейчас широко обсуждается и в Ютубе под вашими видео, да, в комментариях. Это обсуждается в различных телеграм-чатах. Это даже обсуждается на профильных форумах. Потому что, ну, во-первых, чем удивителен, да, чем необычен данный поход, это тем, что Стас Евдокимов повторил подвиг, да, подвиг Александра Алексеенкова 2014 года по спуску в носках, да. Потому что, ну, конечно, подвиг, потому что, наверное, это было сложно, наверное, это было тяжело, и все это видели. И как спускаться тяжело в зоне глубокого снега. И повторяют вот это вот пройти путем дятлок, да, на самом деле. И делать для себя какие-то выводы, да. Это очень-то, в общем, полезное видео для всех. Особенно отсекает множество версий. И, я так думаю, действительно отсекает, потому что, наверное, у кого-то есть какие-то иллюзии по поводу того, что как легко и просто спускаться в носках. Надеюсь, они были разбиты. Вот, ну, вопрос, конечно же, Олег, вам в первую очередь. Вы, наверное, такой идейный вдохновитель этого похода, да. Вы там один из организаторов. Что лично этим походом, в отличие от похода 2023 года, вот в чем отличие? Вы были там год назад. Что вы увидели сейчас? Ну, на самом деле, организаторы здесь совсем другие были. Это Александр Федотов и Алексей Королев. Это очень опытные гиды. Александр Федотов уже до этого организовывал очень много зимних, летних походов на перевал Дятлова. Кто знает вообще его? То есть все иностранцы к нему всегда обращаются по поводу поездок на перевал. То есть Александр Федотов – это самый популярный гид вообще не только Северного Урала, но и других ближайших регионов. То есть вот он самый, скажем так, раскрученный гид, самый опытный, самый надежный. Поэтому до 2023 года он самостоятельно организовывал, очень часто организовывал различные экспедиции на перевал Дятлова. Ну, естественно, это коммерческие. То есть люди к нему обращались, те, которые хотели попасть на перевал, ну и, соответственно, вернуться оттуда живыми и здоровыми. То вот все обращались к Александру Федотову. И он все делал для того, чтобы люди были довольны и остались живыми, естественно. Так, очень многие, ну, допустим, в 2019 году, когда очень массово туда хлынул народ на юбилей, вот на этот вот, то есть Александр Федотов тоже принимал там непосредственное участие в организации. Там, когда и прокуратура туда ездила, и «Комсомольская правда», и газеты различные, СМИ местные в том числе, то есть Александр Федотов был вот основной организатор. И поэтому в этот раз мы решили ничего не мудрить, как в 2023 году, мы решили просто присоединиться вот к Федотову Королеву. И мы, в принципе, уже, ну, все вот эти проблемы организационные, все были на них. Я вообще ни о чем не думал, все было просто, понятно и надежно. Ну, это одно из отличий. А что же еще было важного? Ну, единственное, что от отличия, в 2023 году мы шесть дней провели непосредственно на самом перевале, то в этот раз два дня. Ну, вот как бы, конечно, да, несмотря на весь комфорт, хотелось бы все-таки подольше там побыть, но дело в том, что с нами были люди, которые вообще не то, что впервые на перевал Дятлова, которые впервые оказались в походе. И не только в зимнем, то есть даже в летнем никогда не были. Поэтому, естественно, на шесть дней туда попасть для них, это, я не знаю, было бы, наверное, просто невозможно. Ну, очень сложно и морально, наверное, тяжело. Вот поэтому все делалось для них. Ну, и следующий год они также планируют, кстати, все, кто желает туда попасть на перевал на два дня, вот они будут организовывать точно такую же экспедицию в эти же сроки. Вот все желающие, которые хотят, которые не туристы, которые не хотят там очень долгое время не находиться, они могут вот присоединиться к Александру Федотову и Алексею Королеву и повторить этот же маршрут. Дело в том, что вот там все сделано в этой экспедиции для людей, которые, ну, впервые, впервые можно сказать, то есть там снегоходное сопровождение, два опытных гида на снегоходах помогают доставить вещи. Ну, потому что если человек не походник, ему летом-то трудно будет со своими вещами туда подняться. Зимой это просто невозможно. Зимой тем более. Ну, как бы тяжело. И частично вещи они доставляют на снегоходах людям, которые это сами не могут сделать. Кроме того, у них там все под контролем, сотовая, спутниковая, вернее, связь с материком. То есть они могут в любой момент вызвать МЧС, в любой момент прилетит вертолет и заберет там, скажем, человека, который может легко получить там травму, либо заболеть, либо еще какие-то проблемы. Ну, то есть у них все это под контролем. Мы же в 2023 году, когда ходили вдвоем с супругой, мы шесть дней там были, у нас не было вообще средств связи никаких. Ну, спутниковый телефон – это дороговато. Плюс мы хотели вот влиться в ту атмосферу, когда вот у группы Дятлова тоже никаких не было средств связи для того, чтобы, скажем, понимать, что в случае чего они могут вызвать помощь какую-то. То есть вся надежда была исключительно на самих себя. Мы хотели прочувствовать эту атмосферу. Мы не стали брать у Алексея Кузькина спутниковый телефон, хотя он нам предлагал его взять. Мы отказались. Но вы очень мужественные люди. Да нет, на самом деле, на самом деле... Я отмечена вашим отношением к этому. Елена, с туристической точки зрения этот маршрут очень легкий. Особенно если, вот что касается с базы Ильича по хребту через перевал Чайконур, через вот эту вот избушку в Кедровнике, это маршрут, на самом деле, очень легкий. И, в принципе, любой может обратиться в любую туристическую фирму, чтобы попасть на перевал Дятлова именно этим маршрутом. Но дело в том, что все туристические фирмы, они все туда людей доставляют. Ну, то есть люди идут на лыжах в сопровождении гида, понятно. Они останавливаются перед перевалом, там ставят лагерь и поднимаются на перевал ровно на 20 минут, чтобы подойти к станцу, сделать фотографии и быстро спуститься обратно. Ну, то есть это абсолютно, вот, допустим, для нас это неприемлемо. То есть мы с Сибири, допустим, если захотим туда, вот, как бы попасть на сам перевал, нам нужны какие-то эксперименты, нам нужно прочувствовать атмосферу вот эту вот. То есть и попасть всего на 30 минут к станцу, но это ни в какие рамки вообще не укладывается. Эти люди, они даже на место палатки никогда не подходят, то есть им просто это не надо. А вот Алексей Королев с Александром Федотовым, они впервые сделали для людей-нетуристов такой маршрут, что люди могут не то, чтобы побывать там на месте палатки у кедра, они еще и могут непосредственно переночевать на месте палатки группы Дятлова. Но это важно. Да, это очень важно, да. Вот для многих. Вот с нами, допустим, был, ну ладно, их было несколько человек, который впервые вообще, впервые, это люди-нетуристы, они вообще не знают, как одеваться, какая нужна одежда, то есть они просто взяли, что у них было. Ну, одежду теплую взяли, да, но это не туристическая одежда, это обычная домашняя одежда, в которую они ходят зимой. И они нормально переночевали в палатке, в спальных мешках, кто-то без спальных мешков. В палатке мы печь не топили, специально не топили. Три ночи вот мы провели на склоне, мы печь вечером гасили, для того, чтобы она не топилась. Это по трем причинам. Во-первых, всегда вечером поднимался сильный ветер, очень резко менялась погода. Ну, я не скажу, что начинался ураган, но вот эту палатку ВЕК, очень сильная, усиленная палатка, которую компания ВЕК позиционирует как для полярного Урала, за полярного Урала, там для Антарктиды, что при самых сильных ветрах она выдержит любую нагрузку. Вот эта палатка, она ходила у нас ночью ходуном, особенно первую ночь, когда Стас Евдокимов неожиданно подскочил и стал быстро одеваться. Ну, то есть он уже думал, что сейчас нас унесет и придется там куда-то убегать, спасаться. Но такое было, да. Ну, Стасу он просто впервые оказался... Не, ну это экстремальные условия. Понятно, что люди в напряжении находились, естественно. Да, кто в таких условиях уже бывал, ну, то есть они просто поулыбались, да. Но вот Стасу, который впервые оказался там, ему казалось, что сейчас нас всех оттуда унесет, потому что, допустим, печка железная, которая ночью не топилась, она прям, ну, стояла на фанере, она прям по этой фанере ездила туда-сюда. Нам приходилось ее, чтобы она не упала там, не обсыпалась, нам приходилось ее держать, подправлять там, чем-то обкладывать, чтобы она стояла на месте, потому что она ездила туда-сюда и смещалась во время этого ветра, урагана. Ну, вот, как бы люди впервые, которые попали в горы, впервые попали зимой в горы, впервые попали в туристический поход, ну, как бы походом это назвать, конечно, нельзя, но, скажем, попали впервые на перевал Дятлова зимой и вообще на перевал Дятлова. Вот они чувствовали себя нормально, комфортно. Их кормили. То есть там была такая система замороженного питания, там оставалось только положить этот пакет в вакуумной упаковке в котелок с кипятком и подождать буквально 10 минут, и был там горячий борщ, там горячий плов, там, ну и так далее. То есть... Ну, я так понимаю, что условия были облегчены, на сколько там, но все равно они были приближены к тому, что могли испытывать дятловцы на этом там сконе, да? То есть, несмотря ни на что. Ну, здесь, если как бы более подробно вдаваться, здесь можно вот развеять такой миф, который прямо вот ходит везде по интернету, что существуют какие-то сложности с ночевкой вот в этом месте палатки, именно вот в этой брезентовой палатке, которая была у группы дятлова, что якобы она холодная, якобы в ней невозможно переночевать на склоне выше зоны леса. Ну, это полная ерунда, если честно, вот есть сотни тысяч туристов, которые ходят в походы выше зоны леса. У нас, допустим, в Горной Алтай, в лесу там вообще никто не ходит, там, то есть, все маршруты, это выше полторы тысячи метров, от полторы до трех тысяч, леса там никакого нет. То есть, люди идут с палатками, ставят эти палатки, такой же ветер, такие же ураганы случаются, обкладывают там стеночками эти палатки от ветра и легко ночуют. Точно так же и туристы группы дятлова, это опытные туристы, то есть там высоты-то нет никакой на самом деле в этом месте, там меньше тысячи метров. Переночевать в брезентовой палатке, как у группы дятлова, переночевать тепло. Брезентовая палатка – это теплая палатка по сравнению с палатками современными, у которых сейчас тоненький материал, тоненький брезентовая палатка, у нее есть один минус, один недостаток. Это у нее тяжелый вес. И особенно он становится тяжелым, когда дно начинает промерзать, когда на нем куски льда уже, которые трудно будет там очистить, как-то отбить, и приходится эту палатку сворачивать, она уже не влазит в рюкзак. То есть она увеличивается в объеме, во-первых, ее можно только там как-то пристегивать к рюкзаку. Но от этого холоднее она никак не становится. Брезентовая палатка – это теплая палатка. Еще 20 лет назад у меня была такая же палатка, ну, правда, меньшими размерами, трехместная палатка брезентовая. Я с ней тоже ходил, да. Я понимаю, что такое тяжелая палатка зимой брезентовая. Но я понимаю, что она теплая. Вот сейчас, допустим, вот только та палатка, с которой мы были, вот фирмы ВЕК, то есть вот она трехслойная считается. Там три тоненьких слоя. Между этими слоями есть прослойка воздуха. Вот ее можно сравнить с палаткой группы Дятлова именно по теплоте. То есть она тоже хорошо держит тепло. Но дело в том, что вот такие палатки фирмы ВЕК, как Александр Федотов с собой берет, с ними ходят не все. Все, как правило, ходят с однослойными палатками зимой. Или нормально, никто еще не умер от холода. Это как бы, если грамотно все делать, если грамотно, на такой высоте, как вот меньше тысячи метров, переночевать очень легко. И будет тепло и комфортно. Потому что, когда мы ночевали, допустим, первую ночь для эксперимента Стас Евдокимов не стал залазить в спальник. Он вот прям лег с краю палатки, где самое холодное место, где промерзает на самом деле. Он одел на себя вещи. Ну, правда, две куртки он одел, но это не важно. Главное, что он не применял спальник. Он спал, да. Я видел, что он мерз. Вот, кстати, Стас Евдокимов появился. Он мерз, да. Но он не умер. Он иногда выходил из палатки ночью, я видел. Он ходил вокруг палатки, чтобы согреться. Но он этот эксперимент провел до конца. Он без спальника переночевал первую ночь. Вторую ночь я разделся практически полностью. Стас, приветствуем тебя. Слышишь нас? Там есть микрофончик. Включи его, пожалуйста. В углу поищи. Микрофон надо включить, чтобы тебя было слышно. И подай голос, чтобы мы услышали тебя. Так, и вот, Стас, значит, первую ночь без спальника. Я разделся вторую ночь. Я спал только в термобелье и в спальнике. У меня спальник летний. Мне было нормально, тепло, комфортно. Следующую ночь Ирина Воронина проводила эксперимент. Она с босыми ногами в спальнике ночевала, без печки. Она полностью тоже разделась, только в термобелье осталась. Ей тоже было комфортно, нормально. И, кроме того, еще здесь надо вот учитывать такой момент, что если бы нас в палатке было меньше народу, то нам было бы холоднее. Но чем больше народу в палатке, тем теплее. И объем внутренний очень сильно имеет значение. Вот, допустим, палатка фирмы Век, у нее объем намного больше внутреннего вот этого пространства, воздуха, чем в палатке группы Дятлова. И поэтому я, мое мнение такое, что в палатке группы Дятлова должно быть при девяти участниках должно быть теплей, чем в палатке фирмы Век. В нашей сегодняшней студии к нашему разговору присоединился Станислав Евдокимов с Санкт-Петербурга. Это участник зимней экспедиции 2024 года на перевал Дятлова, которая состоялась вот совсем недавно. Он согласился ответить на вопросы Елены. Здравствуйте, Станислав. Я выключаю микрофон, передаю слово Елене для вопросов. Здравствуйте, Станислав. Приятно познакомиться. Вопросы, конечно же, есть, их много. И основной вопрос. Как вас вообще постигла вот эта идея отправиться на перевал? Это вопрос, наверное, номер один. С чего вы решили туда отправиться? И вот что вами двигало? Вы не профессиональный турист, насколько я понимаю? Да, здравствуйте, всех приветствую. Ну, темой перевала я давно заинтересуюсь. Дело в том, что в 2001 году я окончил исторический факультет Псковского госуниверситета. И всякими такими историческими моментами, случаями, ну, интересуюсь. И плюс, так как я сам парень из глубинки, ну, рос в обычном доме, топил печи, занимался разной работой. Вот меня очень заинтересовало, что же там могло быть, что с ним такое произошло. Ну, меня интересовала именно, ну, что-то какая-то реальная версия, что там могло быть такое, что можно было бы объяснить, ну, как-то реально, и раскрыть это дело, как бы. И вот у меня такой, не то что профессиональный, а такой интерес на основе, ну, моего некоторого умения, может, какие-то анализировать факты, что-то читать, что-то узнавать. Вот возникла такая, такой интерес к этой проблеме. Вот. И где-то в 2010 году у меня стала складываться своя версия, а в 2014 она окончательно сложилась. Вот. И она основана на лавинной версии Евгения Буянова, нашего Санкт-Петербургска. Вот. И как бы является доработкой этой версии. То есть, ну, для меня, например, как изучавшего факты, прикидывавшего, что там могло быть, лавина как бы не является чем-то таким удивительным. Мне было непонятно, почему же люди все-таки ушли от палатки. Вот. И с этой целью я вот эту всю тему обдумывал, ее, значит, изучал. И в 2014 году примерно у меня родилась эта версия. Я с этой версией, значит, носился по разным YouTube-каналам, бесконечно комментировал. В Facebook был там и админом групп, комментировал. В основном комментарии. Обсуждал ее со многими. А тут просто вот такая подвернулась возможность. Три ночевки на склоне, две ночевки на склоне, третья у палатки. И решил, что нужно проверить, что там вообще возможно. У меня, конечно, были конкретные цели. Я примерно представлял, что нужно проверять, что я хочу сделать. И вот с этими целями я тоже как бы предпринял такой поход. Реально хотел своими глазами оценить обстановку, оценить, что там могло быть, посмотреть. Вот по этой причине двинулся в этот поход. Хорошо. А вы узнали о том, что Александр Алексеевнов уже спускался в носках в 2014 году? Вы смотрели это видео, вы могли как бы оценить его эксперимент? Да, конечно. Это уникальная серия видео. Там не ясен, какой автор его. Оно давно размещено. По-моему, 2014-2015 год в Ютубе. Там серия, по-моему, из 10 видео. Там не только спуск. Там спуск в двух, по-моему, видео. Там и копка ямы, и погодные условия очень хорошо показаны. Это один из основных каналов. Конечно, я его смотрел. Мало того, в прошлом году я предпринял свой собственный эксперимент здесь у себя, в Ленинградской области, в пригороде Санкт-Петербурга, где я живу. Я, значит, 50 килограмм мешок с песком минус 15 пронес 3300 шагов в шерстяных носках. То есть я примерно представлял, что это за эксперимент. И как бы представлял, что я хотел бы и на склоне сделать. Вот. Ну, насколько там, что удалось, это мы обсудим. Ну, вот, да, конечно, видео это смотрел. Вы считаете, что вы на склоне сделали все, что вы хотели за эти два дня, что вы там провели? Я считаю, что я сделал очень много. Да. Ну, не все, что хотел. Это по причине, во-первых, конечно, небольшого времени, а во-вторых, ну, достаточно мягких погодных условий на эти дни. То есть, ну, эксперименты проводились в тех условиях, которые есть. Группа делала прогулку к кедру. И, ну, условия были достаточно мягкие. Ну, что проведено, то проведено. Да, как бы доволен, доволен результатами. Вы знаете, что вас критикуют. Критикуют за то, что вы копали не лыжей, а копали лопаткой. Вас критикуют за то, как вы несли этот мешок, который как бы должен был раненого товарища, да, изображать. Вот. Что, в общем, видно было по тем условиям, в которых вы находились, что это достаточно тяжело, что не каждому это под силу. И вот вас самого не разочаровали эти моменты, в том числе и та критика, которая сейчас звучит в ваша. Нет, не разочаровала. Дело в том, что я понимаю не то, что даже какую-то имею такую обиду на тех, кто критикует, а просто понимаю их малый уровень вообще возможности, понимание природных условий на перевале и реально осознание возможности экспедиции. То есть людям кажется, что возможно прийти там в любой день, ночью там бродить в носках, спокойно там что-то экспериментировать, брать откуда-то песок, носить там, взвешивать. Но реально, если мы оценим, то это очень тяжелая работа. То есть нужно подбирать дни. Погода определенная на этот день. То есть нужно основываться на малое, а далее начать, как мне кажется, начать изучение. Я, мне кажется, немножко начал, ну, таком на любительском уровне, начал изучение. И не обращая внимания на эту критику, продолжать. Может, в следующий год будут более жесткие условия. Возможно, будем договариваться с организаторами, так как они теперь поняли, что эксперименты могут проводиться достаточно серьезно, что это не шутки, что это можно провести хорошие эксперименты. Возможно, будем договариваться действительно на ночной проход, возможно, на пронос человека до какого-то места, на подъем песка. То есть нужно осознавать тяжелые условия там. Ведь нужно поднять груз, нужно груз взвесить, все это снять, чтобы все понимали, что это не обман, чтобы не было этой критики. Поэтому я спокойно к этому отношусь. Люди еще недостаточно понимают условия перевала и условия проведения там экспериментов. То есть условно мы ночуем три ночевки, две ночевки, два дня только рабочих. День состоит из того, что людям всей группе нужно делать какие-то дела, и между ними там эксперименты. То есть времени не так много, но надо отдать должное организаторам, что организация этого похода, она уникальная. То есть поход уникальный. Даже со столь малыми днями это уникальный поход. Во-вторых, нужно еще осознавать то, что к перевалу там копится серьезная достаточно физическая усталость. То есть тот, кто комментирует из дома, он считает, что он придет и сейчас сделает эксперименты, но там накапливается большая физическая усталость. И, конечно, действия ограничены, холод, холодные ночевки. То есть надо на все это делать скидку и постепенно объяснять, мне кажется, людям, разъяснять условия на перевале, чтобы они более понимали, какие там возможны эксперименты и что там вообще возможно сделать. – Хорошо. Ну и так вот вкратце, как вы считаете, ваши эксперименты, ваше пребывание на перевале подтвердило вашу версию, версию, допустим, доработанную версию Буянова на входах, я понимаю, или опровергло ее? Как вам самому кажется? – Да, спасибо. Значит, я считаю, что подтвердило, потому что мной найден высокий снег, уровень, высокий уровень снега. Я не выбирал место. Буквально 7-10 метров я отступаю от общепризнанного достаточно места несколькими специалистами определенного по охотоналожению, по находкам. И буквально отступаю, начинаю копать, и, значит, нахожу снег, ну, в рост человека. У меня достаточно высокий рост, снег был по макушку. И я не смог далее прокопать, потому что там мне требовалось определенную траншею копать. Ну, было очевидно, что снег туда дальше уходит вглубь, то есть там чуть выше палатки высокий снег. Ну, мы обсуждали с Олегом всю там обстановку, все, что мы наблюдаем. Да, визуально прослойки, такой, по которой могла прямо вот при нас сойти лавина, такая, такой не наблюдалось. Но это нужно изучение специалистами. Дело в том, что прослойка может быть не просто прослойкой мягкого снега, а прослойкой льда. То есть это какая-то миллиметровая, в несколько миллиметров прослойка, которую мы глазом не видим, во-первых. Во-вторых, она может формироваться не каждый год. В-третьих, мы наверху видели буквально в нескольких, там, в 15 сантиметрах от поверхности достаточно четкую прослойку льда. Если бы она сформировалась осенью, то, соответственно, вы можете понять, что снег высотой с человека, он при лавинном угле более 20 градусов. Он, в принципе, теоретически, возможно, его подвижка. Да, большой лавины не будет, но сдвиг его, который может придавить людей, повредить, именно нанести такие травмы, он, как я считаю, возможен. То, что я копал там, люди говорят, что я там копал лопатой, ну, надо понимать, что у дятловцев был ледоруб, возможно, два ледоруба. И у них, это большая группа, они достаточно имели времени, чтобы подготовить яму, насечь ее лыжами. И также я столкнулся с таким явлением, что чем ниже я копал к стойкам, вниз к палатке, тем снег местами был более мягкий. То есть можно было выбирать обычной лопатой. А так насекал железный, да. Ну, там глубина, я просто зашел в такую глубину, которую теоретически дятловцы туда не копали. Им нужна была глубина чуть выше пояса, чтобы просто прикрыться. А они, конечно, в рост человека не копали. То есть я дальше в глубину ушел. Вот это такой ответ. Вот это важный, кстати, это, кстати, важный момент, потому что чем, естественно, больше глубина, тем больше вероятность падения, да, снега, и, соответственно, тяжелеет травму. Поэтому тоже будем как-то тоже от этого отталкиваться. Хорошо, спасибо. Вопрос еще такой. Вас также критикуют, ну, вот я говорила, за вот эти вот мешки, которые вы несете, роняя там условно раненых товарищей, да. Я сама это наблюдала, тоже видела. Значит, я ведь чему говорю, что на самом деле, даже вот сегодня доктор, которому интервью было, да, Гаврилов, он утвердил, что очень тяжело, это каталочные больные, да, которые травмированы так сильно, их нужно нести, ну, максимально осторожно. И то, не все способны из них передвигаться самостоятельно. И даже теоретически донести их живыми шансы не очень велики. Ну, как бы, это не его слова, это как бы вообще проистекает из особенностей их травм, понятно. Вот. А у вас получается, что вы входите в зону глубокого снега и уже не в состоянии нести своих товарищей. Как вы представляете, могли нести их дядьов там, в этой зоне? Да. Да, спасибо. Дело в том, что, значит, у нас по плану анонсировалась ночевка у Кедра, вот, и, соответственно, вот эти эксперименты, они из-за погодных условий, из-за разных условий на горе, в том числе глубокий снег, то, что туда не могут спуститься снегоходы, организаторы немного переиграли и сделали нам уникальную возможность провести три ночевки на склоне, но мы потеряли ночевку у Кедра. И, соответственно, вот эти вот все планы по экспериментам, по проходу, они были такие экспромтом. То есть, практически я не знал, когда будет этот эксперимент. Снегоход, вы поймите условия, снегоход еле-еле подымается на перевал, таща одни сани. И то, когда он расцепает трое-четверо саней и может поднять на такие углы только одни сани. И то мы сани отталкиваем, и тогда снегоход поехал. То есть, тащить туда еще песок, как-то там организовывать, это вот я столкнулся с этой проблемой неожиданно. Но вот она такая проблема была. И дело в том, что анонсирована была прогулка к Кедру за водой, к ручью, достаточно так, скоротично, быстро. И вот то, что я смог накидать в этот баул, это очень большой баул, 170 литров объем, очень большой баул. И то, что я смог накидать, но там очень много снаряжения, там 2-литровый термос, разные ботинки, там 2 трети моего снаряжения было, там в том числе и рюкзак, и те же весы вниз ходили. То есть, ну, я взвешивал после подъема наверх, это был уже полуразгруженный рюкзак, потому что я часть одел на себя, куртки, камеры, 27 килограмм, то есть, там, ну, 30-33 килограмма было точно в этом рюкзаке, то есть, это тоже его непросто оттащить, но уж извините, вот что у меня было в наличии, буквально, вот вы представляете, объявляют, вот сейчас пойдем прогулка к кедру, это не какой-то эксперимент, это просто люди идут в прогулки к кедру, а я параллельно делал эксперимент, то есть, это достаточно непросто, и вот насколько это удалось, вот это удалось. Я думаю, конечно, ну, более ответственно ребята бы подошли к этому, когда они несли бы пострадавшего, плюс вы должны понимать, что я делаю эксперимент с очень большим перевесом, там-то они могли втроем меняться, кто-то мог сзади поддерживать, если они, например, несли одного человека, а я, получается, ну, пронести груз хотел этот один, и достаточно, как бы, уверенно шел, я не думаю, что какая-то была бы разница, если бы я бы, например, условно там 50 килограмм нес, ну, тут у нас были при подъезде разные разговоры, кто что согласился бы, вот, чтобы отнесли, но, конечно, Олег-то, он парень такой смелый, он желал бы, чтобы его отнесли, но вес там, конечно, я думаю, что несли, скорее всего, только Дубинину, а Тибо могли на окончательном участке там где-то пронести, вот, конечно, мужчину пронести, они-то, мне кажется, почему и вышли, что они осознавали, что нужно использовать этот период, когда человек еще не слег, и как можно дальше пройти, если Тибо мог как полупьяный идти под руки, и Золотарев мог хромая также идти, и нести одну Дубинину, это совершенно большая разница, если они протянут время, и у палатки слягут трое, то тогда, конечно, в шестером троих лежачих, вот таких, которые уже слегли, их не спустите, поэтому, кажется, мне несли Дубинину, и вот по параметрам 60-65 килограмм, что-то не очень активно соглашался, чтобы его пронесли, ну, будем смотреть, далее проводить эксперименты, я готов на более серьезные, так что вот так. Ну, еще такой вопрос, Станислав, я вам хотела задать про носки. Вы уже нам, да, действительно, на форумах показывали эти носочки, в которых вы, примерно, в которых вы ходили, вот расскажите про ваши ощущения. Да, спасибо за вопрос. Значит, носочки обычные, хлопковые, стопроцентная ХБ, белорусский производитель Аква, и шерстяные, не двойные, одинарные, ну, достаточно плотные, но не двойные, не такие какие-то толстые, на валенке они совершенно не похожи, вот это две, два носка, как бы, на одну ногу, то есть, хлопковый, наверх шерстяной, вот, так как я дома делал этот эксперимент, я ходил по лесной дорожке, по плотной, то по плотной дорожке, когда плотный снег, ощущается холодок на ступнях, когда ты останавливаешься, но так как вес у меня там был приличный, 50 килограмм, то есть, я взвешивал на весах мешки, точно, и, можно сказать, что я дошел, ну, весь мокрый, и, соответственно, вот, я немножко изучаю теплорегуляцию человека, и, соответственно, вот, разные есть теории, и такие, о том, что, если человек подвергается физической нагрузке, от центра тела тепло, по законам, оно устремляется к конечностям, конечности достаточно сильно прогревается, то есть, весь фокус этого всего эксперимента в том, что просто нужно делать хорошую физическую работу, если, конечно, просто ходить в носках такой подзамерзший, то холодок будет прилично, а если ты несешь груз, выполняешь работу, двигаешься очень активно, то за счет тела, за счет работы ноги прогреваются, и, вот, если рассказать об ощущениях, то их нет вообще никаких, то есть, ты просто двигаешься, как в обуви, так как она, на перевале такой твердый нас, но он при наступании часто проваливался, и там такой рыхлый снежок, то есть, мокрого снега там нет, если бы это был бы мокрый снег, то да, ноги мгновенно промокают, и ты быстро замерз, а так как снег сухой, он прилипает к носкам немножко, и незначительно, и такую создает прослойку, и в носках, то есть, я не ощущал, если дома я ощущал от ледяной дорожки холодок, то внизу практически до там пересечения первого ручья я вообще ничего не ощущал по ощущениям, просто это нужно, если кто-то желает это попробовать, можно это попробовать, здесь ничего такого печального, какого-то такого опасного нет, никаких преодолений себя, вот, просто знать эти законы, что нужно подвергаться какой-то физической нагрузке, то есть, выполнять работу, и чем работа будет интенсивнее, тем ногам будет теплее, вот такое, такое объяснение. Хорошо, спасибо, Станислав, значит, теперь у меня вопрос к Олегу, Олег, расскажите немножечко нам о палатке, мы уже начали немножечко эту тему затрагивать с вами, и вот вы нам расскажите поподробнее, пожалуйста, вот место палатки и дальнейший спуск, как вам? Так, ну, место палатки, наверное, это все-таки один из самых важных вопросов, очень многие интересующиеся темы вообще не обращают на это внимания, но, значит, это очень важный вопрос, где именно на склоне находилась палатка группы Дятлова, потому что точных координат нам, к сожалению, поисковики не оставили, также и нет в уголовном деле точного места, кроме трех фотографий с трех ракурсов, ну, там фотографий маленько больше, но можно как бы выделить три разных ракурса, три разные стороны, фотографии палатки, которая была найдена на склоне, ну, уже поисковиками, здесь вопрос такой, где именно стояла эта палатка, и это конкретно касается лавинной версии, потому что, допустим, вот сейчас на данный момент несколько исследователей, конкретно три исследователя, это Владимир из Германии, это Александр Константинов, которого все, наверное, знают, и это Александр Алексеенков, они уже 10 лет пытаются определить точное место палатки, и у них по поводу этого идут многочисленные дискуссии, значит, споры различные, они ходят и зимой, и летом туда, делают снимки, уточнения различные, то есть они вот пытаются выяснить уже 10 лет, это три специалиста уже с уровнем, я не знаю, у них уровень по геометрии, наверное, уже уровень Пифагора, скорее всего, ну, как минимум, потому что там и применяют различные направляющие, там, ориентиры по камням, по выступающим по дальнему плану, по фону, которые на дальнем плане, гор, ну, и так далее, так далее, то есть люди занимаются этим уже много лет, и вот, допустим, человек, который туда придет и скажет, а я вот хочу, чтобы там палатка была, но это не дело, правильно, то есть хотеть-то мы можем много чего, правильно, но вот хочется, допустим, там, прокуратуре, чтобы палатка стояла вот на склоне, где он более, там, крутой, ну, хочется им, пожалуйста, пусть хочется, только какое-то отношение имеет к нашей теме, тут не совсем понятно, ну, или там, допустим, скажем, вот места есть такие, совсем недалеко, совсем недавно поставили пластиковый памятник, который более трех метров высотой, его второй год подряд уже заметает полностью снегом, полностью, в этом году мы вообще его не смогли найти, мы два дня ходили там с лопатами, пытались копать, мы не смогли найти памятник, он был заметен, и прям, наверное, я думаю, может быть, на полметра, на метр, выше уровня, и вот представьте себе, там, где находится памятник, там склон в два раза круче, чем в том месте, где реальное место палатки, где определил его Александр Константинов, за 10 лет, вот буквально 100 метров расстояния, и уже склон в два раза круче, хотя, что вот следует сказать про эти два места, ну, допустим, я вот про эти два места говорю, потому что зрителям понятно, где эти места, но вот место Александра Константинова находится рядом с железным штырем, стойкой, там, где написано, что это место Константинова, хотя это ошибочное мнение, место Константинова на два метра маленько в стороне, и нужно будет вот летом устанавливать новую стойку реального места палатки, а тот штырь, который торчит, это он так был поставлен наугад, скажем так, ну, приблизительно, это неправильное место, правильное место, по мнению Александра Константинова, находится в двух метрах чуть в стороне, и вот смотрите, значит, вот мы понимаем, где находится место Константинова рядом с этой стойкой, мы понимаем, где находится памятник пластиковый, все его видят, все знают, и вот, смотрите, не эта стойка, не этот памятник, за много лет, вот стойка стоит уже 10 лет, да, может даже больше, памятник сколько лет стоит уже там, 3-4 года, он пластиковый, он легкий, он внутри полый, представляете себе, вот какой слой снега его покрывает, там, допустим, 5-метровый, там 4-метровый слой снега, и вот, допустим, какой-то слой снега, какой-то пласт сдвинулся бы хотя бы на полметра, представляете, что случилось бы с этим памятником, но его бы раздавило, сплющило, наверное, да, сломало бы, потому что этот памятник я могу просто вот плечом разбежаться, ну, я так думаю, ударить, я его переверну, потому что, ну, это достаточно легкая конструкция, его сразу снесет этот памятник, но уже 5 лет под таким уклоном, полностью заметенный, ничего там не сдвигается, ничего там не двигается, не ломает, то есть памятник на месте абсолютно, каждый год его заметает, но это ладно, хотя уклон в два раза круче, чем уклон там, где место Александра Константинова, там, где находится железный штырь, вот этот железный штырь уже стоит там 10 лет, там 11 лет, он, вот как воткнули его, каждую зиму он торчит, его всегда видят, там снега рядом с ним 30 сантиметров, не более, ну, 35 в этом году было, в этом году было 35 сантиметров, вот этот штырь всегда торчит, его ни разу не наклонило, не сдвинуло никакой доской, кроме того, сейчас я вот по поводу места палатки хочу показать скрин, сейчас, минуточку, сейчас я открою, так, Елена, если видно картинку, скажите, что видно, видно картинку, все хорошо, продолжаем, вот, значит, верхняя картинка, это палатка, которая была найдена поисковиками в 59 году, вот ее тут маленько уже подраскопали, но по уголовному делу мы знаем, что над ней находится 20 сантиметров снежный наст, снежный фирм, вот палатка, которая чуть ниже на картинке, это палатка, которую, эти снимки сделал Александр Алексеенков, это его эксперимент, вот эта палатка уже тут стоит, я не знаю, несколько дней, ну, достаточно приличный срок, вот теперь посмотрите, какой слой снега находится над этой палаткой, здесь даже, наверное, не 20 сантиметров, а все 30, и вот, можно сравнить вот эти две картинки, две вот этих вот фотографии, и что мы видим, вот если кому-то кажется, что вот на ту нижнюю палатку, на зеленую, сошла какая-то доска, то они очень сильно ошибаются, потому что у меня есть, вот на нашем форуме Александр Алексеенков выложил фотографии, там, где эта палатка не так заметена, как ее постепенно заметает, ее заметает снегом, то есть она заметена совсем немного, потом она заметена чуть побольше, следующий снимок еще побольше, через несколько дней, и вот мы видим, вот ее замело до такой степени, что создается ощущение, что сошла снежная доска, хотя никакой снежной доски на нее не сходило, потому что в этом месте абсолютно, ну, практически ровный склон, как мы знаем, снежные доски, они все-таки им нужен какой-то уклон, вот эксперимент, вот эксперимент, очень многие люди, вот мы посмотрим на верхнюю палатку 59-го года, очень многие пытаются убедить, что на палатке сейчас вот сошла снежная доска, ее вот раскопали, иначе откуда бы мог взяться снег, вот Александр Алексеенков провел конкретный эксперимент, вот откуда снег этот берется, сверху на палатке, абсолютно одинаковая картинка, абсолютно, тут никто ничего не придумывал, не фальсифицировал, просто поставили палатку, просто понаблюдали, и снег намело сверху, и он спрессовался, получился твердый фирм, и создается ощущение, что съехала какая-то доска, я считаю, что вот на таком пологом склоне, а сейчас мы наблюдаем именно место, которое определили три исследователя, за 10 лет они определили это место, это Александр Константинов в первую очередь, он первый определил, и несколько исследователей, ну вот рядом с ним находятся, тут в двух метрах, с ним пытаются спорить, как-то пока не сильно получается, но все равно это очень близко, вот кстати, скоро я опубликую свой вариант, где находилась палатка группы Дятлова, потому что в мае, ой, извиняюсь, в марте прошлого года я сделал большую серию фотографий из трех ракурсов, но как оказалось, что все-таки я не совсем точно выбрал место, и уже в этом году я сделал еще большую серию фотографий, уже выбрал более точное место, встал, уже там, ну там уже 20-30 сантиметров имеет значение, куда надо встать, из какого места фотографировать, и вот уже у меня будет свое личное мнение, я уже как бы готовлю большой материал по этому поводу, но скажу сразу, хочу предупредить, что у меня место палатки другое, но оно отличается от этого места палатки Александра Константинова и Владимира П. на 2 метра, ну на 2, на 2,5 метра, ну если так в общем говорить, то тоже здесь же оно и находится, потому что по-другому быть просто не может, это с трех ракурсов определено, у меня хорошие программы, увеличивающие, я сделал очень качественные фотографии, с очень хорошим разрешением, ну вот скоро я это сделаю, вот что хотелось бы сказать по поводу места палатки, а место это самое, ну можно сказать, вот самый пологий склон, какой только можно найти в тех местах, вот уже маленько дальше в сторону памятника 100 метров, там будет уклон в 2 раза круче, но при том памятник ни разу за много лет не сдвинула никакая доска, а здесь тем более ее быть не может. так, я сейчас, я сейчас, давайте сразу про палатку, покажу еще один скрин, хотя он к этому вопросу уже как бы косвенно имеет отношение, но тоже про палатку. Елена, как только появится картинка, вы мне скажите. Появилась. Ага. Вот я взял с сайта Теодоры, вот эту схему палатки, но здесь маленько, чуть-чуть неправильно, палатка должна быть все-таки 4 метра, 33 сантиметра длиной. Сегодня уже в самом начале нашего стрима я рассказывал, что брезентовая палатка это очень теплая палатка, у группы Дятлова была теплая палатка с относительно небольшим объемом воздуха внутри при большом количестве народа. Это достаточно тепло ночевать при любом морозе без печки, это 100%. Ну, конечно, комфорта особого не будет, но ночевать и даже спать можно, возможно, при любом морозе, при любом ветре. Главное палатку закрепить, чтобы она не упала, но даже если она и упадет, в этом нет ничего страшного. Чем сильнее будет мороз, тем надо ее просто чуть ниже опустить, эту палатку. Возможно, стойку маленько подрезать, опустить вниз, возможно, одну стойку даже убрать, просто убрать стойку, опустить один край палатки, чтобы уменьшился объем воздуха внутри, и тогда будет в два раза теплее. Так, но дело не в этом. Здесь существует такое мнение, что вот в такой палатке 4 метра 9 человек никак не могут поместиться. Вот я хотел сказать по поводу этого. Значит, вот буквально вчера, по-моему, Владимир из Германии выложил отчет за 57-й год похода, где некоторые дятловцы участвовали, ну, из числа погибших я имею в виду. Вот в 57-м году у них была палатка, я не знаю, это или не это, возможно, эта палатка была у них с собой, но палатка была 4 метра длиной, сшитая из двух палаток. Возможно, эта палатка. И вот там в этом отчете, значит, печка стоит у них на полу, у края палатки, и в ней спят 11 человек, именно в этой палатке. Вот я сейчас переключу на другой скрин, и вам зачитаю цитату из этого отчета, чтобы было понимание. Елена, картинка как появится, скажите. Да, видим отчет. Вот отчет, который был составлен Бычковым, это отчет за 1957-й год. Мы видим 11 человек участников, в том числе Кибо Брильон, Николай и Игорь Дятлов, руководитель. Скорее всего, палатка была та же самая. И вот цитата из этого отчета. Она была сшита из двух брезентовых палаток и имеет длину 4 метра. Спим мы поперек. И на каждого участника приходится чуть больше 30 сантиметров. Так как 12-й участник – это печка. Она стоит в дальнем конце палатки. Вот, что мы видим в этом отчете. А вот теперь мое мнение по поводу 4 метров и по поводу 11 человек в палатке. Легко, абсолютно. Абсолютно легко. Единственный момент, что придется всем спать на боку, – это во-первых. А еще для большего удобства надо лечь валетом. Ну, то есть, понимаете, как это? Это, значит, половина лежат в одну сторону, а через одного ложатся в другую сторону головой. И все лежат боком. Неудобство здесь такое. Я спал в таких ситуациях. Неудобство здесь такое. Кто-то спит хорошо, кто-то плохо спит, потому что в какой-то момент надо всем перевернуться одновременно на другой бок. Ну, то есть, кто-то дает команду, все переворачиваются на другой бок, потому что только на боку возможно спать. Это в два раза меньше места ты занимаешь по сравнению с тем, если ты ляжешь на спину и расправишь плечи. При таком количестве народу плечи расправить уже нельзя. Надо лежать четко на боку. И все по команде там через каждые 30 минут, допустим, переворачиваются на другой бок и опять засыпают. Это не совсем удобно. Ну, вернее, даже, вот, допустим, для меня это вообще как бы неудобно, мне так не нравится. Ну, с супругой я еще могу так спать, но в палатке, но, допустим, когда 11 человек так будут спать, я просто не высплюсь, мне будет как бы некомфортно на следующий день, сил не будет. Ну, наверное, Стас вот знает, он первую ночь, когда мы ночевали на склоне, он делал эксперимент, он решил в спальник не залазить и попробовать переночевать без спальника. Он надел на себя там, конечно, вещи, куртки, но он не спал. Я прям чувствовал, что он периодически выходил из палатки, пропадал минут на 30, видимо, он там отжимался, наверное, там прыжки делал, то есть разогревался, а потом, наверное, возвращался обратно в палатку. Но я думаю, сон у него был очень плохой, может, вообще его не было, но дело не в этом. Дело в том, что он не умер, выжил в палатке без печки, еще и без спальника. Ну, просто плохо спал, видимо, и все. Вот и вся разница. Так, ну, я пока слово передаю Елене для следующего вопроса, потому что на этот вопрос, наверное, я ответил. Да, Олег, значит, я вас чуть-чуть поправлю, не Александр Константинов, а, наверное, вы имеете в виду Александра Кошкина, Сашу Кана. Нет, 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 нет. Александр Константинов уже 10 лет изучает место палатки, все, поняла. Это вы имеете в виду, наверное, про того товарища, который изготовил этот штырь и воткнул его там. Да. И он свое имя туда записал еще. На самом деле, никаких исследований он по поводу места палатки не проводил. его заслуга в том, что он, ну, изготовил железяку вот эту, этот самый, называют ее, я ее называю штырь, называют ее, забыл как. И он ее туда укрепил. Хорошо. Там записано имя Александра Константинова, тот, кто нашел место палатки, хотя место неправильное, место чуть на два метра в сторону, это уже новые разработки Александра Константинова, он уточнил место и следующим летом, возможно, он уже поставит новую стойку. О, вспомнил это слово, стойка, во, стойка, железная стойка. Он поставит уже на нужное место стойку, ну, эту трогать, конечно, не будет, изготовит новую, видимо, и будет уже точное, четкое место палатки, и все будут об этом месте знать. Хотя здесь такой нюанс есть, Владимир из Германии с Константиновым не согласен категорически, у него два метра в другую сторону палатка стоит. Ну, вот если Владимир из Германии приедет со своей стойкой и установит ее, у нас будет два места палатки тогда. Ну, тоже ничего плохого. Все это находится в одной куче, вот буквально там на пятачке в три-четыре метра. Угу. Хорошо. Значит, и еще небольшое дополнение, действительно, потому что, вот как, Олег, вы сказали по поводу того, что они спали, их достаточно нормально помещались там, это сам вот Петр Иванович Бартоломей сказал, что они вот, ему этот вопрос уже задавался нами на летние встречи в Сокольниках 6 августа, и там вот он как раз нам сам сказал, что в шестером там было вообще свободно, в девятером нормально, но в одиннадцать, наверное, было бы тесно. Ну, я думаю, в шестером было бы холодно, потому что надо, чтобы палатка была полностью заполнена людьми, вот тогда комфортно, просто комфортно. Каждый, кто лежит, он греется об соседей, то есть соседи должны его плотно прижимать с двух сторон. Это, представляете себе, как две грелки. Если снизу сделать еще нормальную прослойку, 4 сантиметра, чтобы было между снегом и телом человека, 4 сантиметра надо, чтобы была прослойка, но это можно какие-то, скажем, телогрейку подложить, как эта группа дятлова это делала, либо вещей каких-то наложить. И вот остается у нас только сверху укрыться одеялом или там тремя одеялами, ну и будет вообще комфортно, я считаю, это очень комфортно будет, прям лучше и не надо. 30 сантиметров нужно на каждого человека для того, чтобы разместиться, скажем так. Ну будет очень тепло, очень тепло будет. Хорошо. Ну и следующий вопрос это про одежду. Так, про одежду группы дятлова, да? Да. Так, хочу вот сказать про заблуждение очень многих комментаторов. Я тут стал недавно читать под ютубовскими нашими роликами комментарии, потому что мы, ну во время похода я снимал одежду ребят, комментировал, и тут появляются такие мнения, что группа дятлова была с плохой одеждой, что они мерзли, замерзали. Это абсолютно не так, абсолютно. Вот мы видим фотографии на лозьве, когда они идут в теплую погоду, когда у них одета штормовка, верхний слой, у них видно из-под штормовки ковбойку, это был утепляющий слой, и под ковбойкой мы не видим, но это должно быть обязательно, это майка и трепо нижнее белье, так это называли, ну то есть кольцо, имеется ввиду, нижнее белье, вот в этой одежде очень комфортно им было сто процентов, то есть в теплую погоду, потому что ковбойка служила утеплителем, и у них дополнительно были с собой вещи для утепления, это шерстяные свитера, но они их не одевали, потому что это абсолютно не требуется, если вдруг у тебя будет перегрев, ты начнешь потеть, ну и соответственно, когда ты станешь мокрым, ты начнешь нерзнуть, вот если они были опытными туристами, а не были опытными туристами, то они должны были соблюдать терморегуляцию, терморегуляцию соблюдать, это значит вовремя переодеваться, вовремя себя что-то лишнее снимать, когда идет перегрев, и вовремя на себя одевать, когда вдруг ты чувствуешь, что даже при интенсивной ходьбе с рюкзаком ты начинаешь подмерзать. Но такого, знаете, я вот не знаю, допустим, вот ковбойку можно было бы им поменять на шерстяной свитер. Это если бы температура опустилась, скажем, до минус 30, до минус 35, можно ковбойку заменить на шерстяной свитер. Все, тогда нормально будет, я думаю. Если вдруг какая-то там аномалия, такое бывает на Северном Урале, минус 50, минус 55, возможно, надо было и ковбойку оставить, и шерстяной свитер одеть, ну и, соответственно, сверху ветрозащита, это вот эти брезентовые штормовки, которые у них были. Вот в таком случае надо будет применить два слоя средних. Это ковбойка и шерстяной свитер. Но помимо этого, вы вот посмотрите, сколько у них было с собой вещей. Просто много у каждого. Ну вот такая исследовательница есть, Ольга Литвинова. Я вот смотрел, она вот выложила, она систематизировала все вещи группы Дятлова. И на каждого участника она расписала, что у него с собой было. Это и вещи снастилы, это и вещи, которые вернули родственникам, это и вещи, которые нашли их в этих же вещах, то есть и вещи, которые в палатке были обнаружены поисковиками. Все эти вещи она расписала на каждого человека. И мы видим картину, что ну очень много вещей у каждого. Вот этих вот вещей достаточно для бивака ночевать на любом склоне, с любым ветром, в любой мороз. Я прям в этом, прям уверен. Вот в этих вещах, которые у них с собой были, замерзнуть просто невозможно. Есть один минус у всех этих вещей по сравнению с вещами современными. Эти вещи намного тяжелее. Но понимаете, когда вещи тяжелее, они же не становятся от этого менее теплыми, правильно? Тут уже дело возможности каждого, насколько он может эти вещи нести на себе. Но к замерзанию это никакого отношения не имеет. У каждого в рюкзаке лежат запасные вещи, которые можно пододеть, либо там при перегреве можно что-то снять. А группа дятлова, она опытная была в этом плане. Я вот смотрю на фотографии, как они одеты. Они одеты очень правильно. И самое главное, это туристу вовремя соблюдать терморегуляцию. Это вовремя раздеваться, вовремя одеваться. То есть именно в процессе движения. Вот что касается одежды группы дятлова, вот многим кажется, что это абсолютно неважно, в чем они одеты, в чем их нашли, в чем они на фотографиях, в какой одежде. А вот по моему мнению, это вот очень важный момент, очень важный вопрос. Потому что мое мнение, что первого числа, когда группа дятлова начала подниматься от лабаза, это был самый тяжелый день по нагрузке, потому что самый сильный уклон подъема. То есть ребята с груженными рюкзаками начали подниматься вверх. Там очень глубокий снег. У них не было камуса на лыжах. Это очень тяжело подниматься на лыжах вверх по рыхлому снегу с тяжелыми рюкзаками. Это был по нагрузке самый, ну и еще 31 число тоже они поднимались вверх. Вот, скажем, два самых тяжелых дня по нагрузке. И они должны были одеться примерно так же, как они шли по лозви. Это, ну, такая же одежда. Можно по фотографиям посмотреть. Это сверху штормовка. Это средним слоем рубашка-ковбойка. Никаких свитеров они не должны были одеть при выходе. И мы видим уже этих ребят, когда они одеты после своей гибели. То есть мы видим одежду, которая одета на телах. Это совсем другая одежда. Это одежда бивачная. И что мы можем предположить? Что после выхода от лобаза, одетые в одну одежду, и в конечном итоге они одеты в другую одежду, значит, они переодевались. Где они могли переодеваться? Думаем, где могли переодеваться? Значит, а переодевались они в любом случае. Такого не может быть, что они оделись заранее в бивачную одежду, что Калмогорова одела там четверо штанов на себя перед выходом. Такого просто не может быть. Они оделись в самую легкую одежду при подъеме. Неважно, какой мороз был, был там мороз или не был мороз. Одеться они должны были в легкую одежду, в такую же, как шли по лозере. Эта одежда есть на фотографиях. И здесь вот как бы разные версии, разные мнения, но вот этот факт, он должен учитываться всеми. Потому что одеты они уже совсем по-другому. Есть ребята, которые, по которым можно увидеть, что они были, ну, можно предположить, что они были на стадии переодевания. Вот. Но это как бы другой сейчас, как бы у нас другая тема. Если мы эту тему сейчас будем развивать, это часов на пять. То есть надо сравнивать одежду каждого, что у них было, в чем они вышли и в чем их нашли. То есть это очень долгий процесс. Давайте его в следующий раз когда-нибудь разберем поподробнее. Так, Елена, я ответил на этот вопрос. Да, Олег, я, конечно, с вами совершенно согласна. И многие исследователи пришли к этому же выводу, что и вы. Это абсолютно точно. Ребята переодевались. Это даже не подлежит никакому сомнению. Это учитывается в версиях. Ну, в моей, во всяком случае, это учитывается в моей версии. Но, значит, вопрос, конечно, такой вот. Вы говорили, как бы писали о том, что у вас вроде как там волки были где-то какие-то. Вы видели волков, вы их гладили, я не знаю, не подходили. Или они вас преследовали, кусали вас там за что-нибудь. Да, гладили, гладили и целовали мы волков. Значит, это происходило у нас, когда мы вышли с базы Ильича, мы шли пешком, оборудование все походное. Два снегохода у нас, Валерий Анямов с Петром, они забросили. А мы с санками, с вещами, то есть пришли вечером уже к этому месту. Это примерно мы спустились в Щейканура, с перевала. Это 13 километров или 14 километров от базы Ильича. Мы в этом месте ночевали. Ночью, когда мы спали, ну это уже была глубокая ночь, вдруг раздался вой волков. То есть рядом с палаткой выли волки. Ну, там кто-то у нас даже не проснулся, кстати. Даже и не слышал этих волков, потому что все были уставшие после ходового дня. Но процесс происходил следующим образом. То есть Александр Федотов, значит, первый проснулся, разбудил Валерия. Валерий взял оружие, у него всегда с собой оружие. Они выглянули из палатки, была, ну это в лесу же находится, то есть была абсолютно мгла, то есть темнота, было видно только зрачки глаз вот этих волков, они достаточно близко подошли. И Валерий вышел и пошел туда, вот в темноту, в сторону этих волков, значит, с намерением подстрелить. Но потом, как он рассказал, что волки отбежали, близко его не подпустили, а стреляет он только в том случае, если уверен в своем выстреле, что попадет. Вот, стрелять он не стал, вернулся обратно, волки никуда не делись, они продолжали выйти. Но дело в том, что вот рассказывают, я сам этого не видел, но рассказывают, что, интересный, кстати, момент, что Валерий лег ногами к выходу и приготовил оружие по направлению к выходу. И так он, да, лежал, то есть я вот, к сожалению, вот этот момент услышал только уже в конце похода, и у меня не было возможности у Валерия расспросить вообще, чего он ждал, что волки, значит, начнут врываться в палатку, что ли, ну, то есть он приготовился стрелять, и он приготовил оружие, оно у него под рукой лежало прям. Также нам, уже когда мы вернулись на базу Чистоп, нам один из гидов рассказал, что за неделю до этого момента, когда мы видели, ну, получается, волки подходили к палатке к нам, за неделю до этого их на двух снегоходах тоже преследовали волки уже выше зоны леса в районе перевала. То есть волки за ними бежали, сильно близко не подбегали, но преследовали. Но они на снегоходах смогли от них оторваться, они были без оружия. Вот тоже момент такой вспомнил я, это важно тоже очень. И вот Валерий, по его словам, он раньше никогда не замечал подобной наглости волков, чтобы они так близко подходили к палатке. У меня скоро выйдет видео, когда утром я с камерой ходил и снимал на видео следы волков этих, там тропинки вокруг палатки, которые они протоптали. И я там на этом видео, видно, насколько они близко подходили. То есть они там помечали территорию вокруг. Один из них выл, Валерий объяснил, почему он выл. Он сказал, что это молодой волк, выл от безысходности, что ему не удалось как бы добыть пропитание. То есть он понимал, что, ну, не получается. Очень хочется, да, кушать, но что-то идет не так. Вот они волки, кстати, очень умные животные, они очень чувствительные. И вот когда Валерий вышел, наверное, пошел к ним, они отбежали же не просто так. Ну, наверное, этот вид и выжил по той причине, что они понимают меру, то есть понимают, когда их могут, там, скажем, подстрелить, с какого расстояния. Ну, понимают дистанцию, которую надо держать. Ну, вот был такой случай, да. Интересный, кстати, очень случай. Хорошо. Ну, и сейчас у нас, наверное, самый главный вопрос. Я его сначала Станиславу задам, потому что он у нас уже давно молчит. Наверное, он хочет сказать, нам рассказать. И вопрос этот главный. Что случилось с группой Дятлова по версии Станислава Евдокимова? Станислава Павловича. Да, спасибо. Именно вот это вот, то, что с ними случилось, вот именно вот это я и анонсировал, как вот, ну, некая моя такая догадка, гипотеза, которая, безусловно, в процентном отношении, если взять к версии Евгения Вадимовича Буянова, она небольшой процент такой добавки имеет, но по смыслу она имеет очень большое значение. То есть, также я считаю, что это был сход снежного пласта, сдвиг его в яме, если они там как бы находились, лежали, скрывались от ветра, поставили палатку с заглублением. И вот, как по моей версии, что с ними случилось, я это объясняю вот такой особенностью, как тем, что уход их от палатки был временным. То есть, я рассуждая о том, что могло с ними произойти, продумывал, почему же люди, например, бросили снаряжение. И понял, что существует какой-то очень весомый фактор, который заставил их это сделать. И в поисках такого фактора я вот стал задумываться, что с ними происходит. И если после лавины, тяжелой лавины НАСТ, тяжелой НАСТ, появляются там травмы, то как бы мне показалось естественным то, что далее все действия группы будет регулировать именно вот появление вот этих раненых. Дело в том, что самый страшный страх для нас в жизни – это не эти, не НЛО, не какие-то там такие летающие объекты или что-то такое, а именно вот человеческий страх за потерю какого-то друга, за потерю какого-то знакомого, с кем ты хорошо знаком. И если я так себе представил, что произошел лавинный случай, и люди получают на склоне травмы, то мне тогда вот именно акцентируя на этом внимание, становится понятно, что далее это для группы очень становится страшным случаем, который заставляет полностью изменить их поведение. То есть буквально 10 минут назад они там мирно спали, все друзья в палатке, и если сходит такой тяжелый снег, наносит травмы, то внезапно группа оказывается на склоне, на ветреном склоне, где они еле-еле ночуют в целой палатке, где они подготовленные, вырубают на склоне яму, ночуют в этой яме, они вдруг оказываются с тремя, с четырьмя ранеными, которым угрожает очень серьезная опасность. В чем эта опасность? Склон очень сильно ветреный, погоду на фото мы подъема видим, очень сильный ветер, ну может быть он там не ураганный, но он серьезно имеет такое значение. О, они серьезно одеты, то есть погода на перевале и наши, наши там ночевки доказали, что погода, природа на перевале суровая. И если люди сталкиваются с тем, что на перевале появляется трое раненых, то первой мыслью группы будет забота о людях. И я подумал, что же они могли бы делать. И учитывая их травмы, я пришел к такой гипотезе, что группа могла прийти к такому решению проблемы их, возникновения раненых, как временный уход. То есть они могли предпринять такой план. У Евгения Вадимовича есть, конечно, описание спуска, что это, возможно, паника или замерзание, или они могли что-то не достать. Но вот у меня именно конкретно четкая направленность, именно на этот план временного спуска. В чем он заключается? Группа, мне кажется, его предприняла. Расчет очень простой. Значит, пока раненые имеют возможность мало-мальски двигаться и могут хотя бы, ну, находясь в шоке еще, в таком адреналине, могут хотя бы как-то передвигать ноги, схватить их под руки, под ноги кого-то просто на плечи и попытаться как можно ниже спустить по склону. Что это дает? Это дает спасение раненым. Дело в том, что если они будут оставаться на склоне, на холодном ветреном склоне с такими травмами, то они неизбежно через полчаса, через час, они слягут и будут на склоне полностью обездвижены. И они два-два с половиной часа на этом склоне, недвижимые, а они полностью погибнут. Это стопроцентная гарантия. И поэтому группа эта, осознавая, рискуя, не откапывая свое снаряжение, предпринимает такой план. До леса полтора километра, точно определить не могли. Может километр двести, может километр, может километр шестьсот. И принято такое решение. Раненых на себя и спуск в лес. Первое дело спасение раненых, забота о них. Спуск в лес в чем есть, как есть сами. Что-то откопали раненым, обули, одели. И спуск в лес быстрее, как можно быстрее. Далее с чем? Спуск в лес, обустройство там раненых у костра, либо в какой-то снежной яме, либо на настиле. Обустройство там раненых по-быстрому и мгновенный оборот части группы и возврат назад к палатке. То есть мы спасаем раненых, спускаем их в безопасное место, убираем со склона, убираем с ветра и возвращаемся назад к палатке. Бегом бежим. Я доказал, что в принципе, ну, будет холодная погода, еще докажем, что это возможно даже не имея обуви. А там два человека имели стельки в носках, кто-то имел по три носка. Мы не знаем, они могли обматывать частями палатки или какими-то еще вещами ноги, потерять это далее в снегу. И мне кажется, что группой был предпринят такой план по спуску. А далее, понимаете, они же состояние раненых не знали. Вот как доктор говорит, что они бы не потащили. Это каталочные пациенты. Но мы тут тоже в телеграмме, в группах общались с доктором. Конечно, вот общались, но доктор подходит с профессионального подхода. Сейчас он видит эти травмы. А ребята травм не знали. Они надеялись на то, что будет лучший исход. А если у них, может быть, по два ребра сломано, их нужно, насколько возможно, вести, спускать вниз, обеспечить им безопасность, а потом самим подняться и собрать палатку. Поэтому, мне кажется, предпринять такой выход, резкий выход, дерзкий, такое плановое решение, спокойно выходили, не было такой паники. Да, такое переживание было, стресс, но паники какой-то не было. Группа решила это все и очень быстро вышли. Но дело в том, что при выходе они, конечно, не могли рассчитывать, во-первых, состояние раненых, то есть как они пойдут по склону. Во-вторых, не могли просмотреть, насколько близко будет лес. В-третьих, не могли знать погоду. Состояние раненых на склоне в середине. Раненые могли дать 500-600 метров следов. Потом состояние раненых могло резко ухудшиться. Они могли упасть. А раз группа вышла, она должна дойти до леса. Значит, она прилагает все усилия, чтобы по-любому их тащить, нести, переносить их по очереди, двигаться с тем, кто может двигаться. Возможно, какие-то остановки делать, но пытаться дойти. Во-вторых, значит, они не знают состояние НАСТа. Внизу НАСТ надеются на лучшее, что будет ближе снег. Возможно, там ручей, у них какие-то трудности. Третье, они не знают погоды. А как раз в эту ночь, по экспертизе, проведенной прокуратурой, достаточно резкое похолодание. То есть проходит достаточно длительное время, при спуске, они там спускаются, оборудуют костер, возможно, оборудуют настил с пещерой, копают там снег, проходит это время. И внизу, если они вышли от палатки минус 17, то внизу они могли столкнуться с морозом до минус 35. То есть все три фактора могли усложнить их проход. Они, конечно, рискнули, но под утро сильный мороз, уже состояние их было от прохода частично обморожено руки. Не могли люди даже, по моему мнению, топить костер. И все это, группа, приплюсовывается холодовая усталость, некая такая холодовая тяжесть. И при возврате, по-моему, вот трех человек на склоне, группа по частям, она все-таки замерзает. Замерзают ребята и у костра, замерзают ребята и на склоне, замерзают ребята и раненые в пещере, которым был обустроен настил. Вот такова моя версия. Очень тяжелые погодные условия после спуска. Их план имел возможность осуществления. Хотели они спасти раненых, рискнули собой. Ну, может быть, они не осознавали, насколько сильно. Но вот эти вот факторы утяжелили эту трагедию. И именно поэтому они погибают. Это временный спуск для эвакуации раненых с планируемым мгновенным возвратом после эвакуации, который просто по факторам он затруднился и в итоге привел к их смерти. Вот моя такая доработка. Она, мне кажется, раскрывает основную вот суть. То есть, да, лавина там, ну, паника, ну, паника. Почему не откопали вещи? Почему не ушли? Вот. А вот такой план, он открывает, почему они резко уходят, используя вот этот момент, как можно быстрее, более быстрой скорости спуска. Почему они не берут эти вещи? Потому что они уходят временно. Это буквально, если там целые люди могут спуститься, если НАСТ хороший, повезло в хороший год, значит, там, ну, 26, Шура спускался, там 40 минут, ну, в крайнем плохой НАСТ час. Значит, они планировали час туда, час назад, и они уже у палатки. Часть группы копает снаряжение, собирает палатку, спускается снова в лес и помогают раненых. Вот такой план, он очень простой, но его нужно понять, осознать, если будет подтверждаться травмы по результатам каких-то таких комиссий, экспертов, более таких классных, высококлассных экспертов, если будет подтверждаться глубокий снег с прослойками каждый год, с промером. Я еще хотел сказать о склоне. Склон там очень интересный, самого отрога. Вдоль отрога, по моему наблюдению, идет полоса из снега, метров пятьдесят. Именно в этой полосе находится и памятник, и снег выше палатки. То есть, отступая от стоек, штырей Константиновой, Кана, мы вверх продвигаемся и переходим вот в зону, в узкую зону этого НАСТа. А там, если по версии трагедии Юремкина, достаточно 20-25 метров, 40-сантиметрового толщи снега, чтобы убить 13 человек, а чтобы просто нанести дятловцам, там достаточно 15 метров снега, без камней, которые лежат в яме под уклоном. Они его подкапывают. Еще я о чем хотел сказать, что вот Олег, конечно, правильно упоминает, что лавины там редкие, но мы должны тонко подходить к трагедии. Но не редкие, а вообще не наблюдаются самосходы лавин. Но на других лишь частях Халачахля, либо на других горах. Но мы должны тонко подходить к трагедии. Дело в том, что такая здесь подвижка снега, по-моему, возможна только при глубокой подрезке. То есть сейчас этим никто не занимается. Мы должны проводить эксперименты, все это проверять, подрезать склон, смотреть, насколько там есть прослойки. Я хочу предупредить, что вот эту речь я слышал уже раз 10, она примерно на 2,5 часа. Поэтому... Да, я заканчиваю. ...как-то ограничить еще там... Чтобы не растет секундами. Да, чтобы больше не расширять это обсуждение, пока вот такое короткое ознакомление с верхней. У меня вопрос и к Станиславу, и к Олегу, один. Один. Я не буду критиковать, нет, у меня совершенно нет для этого никакой задачи сейчас. Вопрос один. Вам обоим, вот вы там были, а вам самим кажется логичным вот это место, в которое ребята в итоге пришли, вот это Кседа. Почему они выбрали именно это место? Я, насколько поняла, оно не прямо по курсу, как они спускались. Им еще надо было как-то там то ли свернуть, то ли... Ну, в общем, его нужно было выбрать. Вот оно вам кажется логичным или нет? Так, ну, наверное, сейчас я давайте буду говорить. Да, потому что, ну, как бы... Извиняюсь, что я перебил Стаса, но дело в том, что у меня есть эта двух с половиной часовая запись, я могу ее потом выложить полностью, потому что вот прям она заученная у него, и сейчас мы просто время потратим, но эта запись уже записана у меня 10 раз во время похода. Прямо слово в слово все это ровно на два с половиной часа. Я это обязательно выложу, обязательно, чтобы Стас не обижался. Я 10 раз ее выложу, кстати, то есть в разных местах он ее говорил. В автомобиле говорил, в санях говорил, на перевале говорил, там, и везде. Поэтому все нормально с этим. Так, ну вот вопрос такой, да, могли ли они там оказаться? Давайте тогда я скажу свое мнение. Я вот уже шесть раз был в экспедиции на перевале Дятлова. Это не просто был на перевале Дятлова. Я был туда с определенной целью. Мы там, ну, в общей сумме по дням, если сложить, сколько мы там провели, сколько летом провели, сколько зимой провели, мы там, то, наверное, я не знаю, там, и чьих-нибудь там 30 походов не хватит, чтобы вот перекрыть дни, которые мы там провели, именно на самом перевале. И у меня уже сложилось определенное мнение. А мнение у меня сложилось по поводу установки палатки, что палатка была установлена после получения травм. Это аварийная установка палатки. Именно этим можно объяснить. И вот такое малое прохождение в этот день, там, всего полтора километра. Это можно объяснить и тем, что палатка именно здесь поставлена, в этом месте. Хотя лес, его видно издалека, можно и спуститься куда-то, но лучше вообще не спускаться, лучше, скажем, даже на третий приток перевалить, там тоже лес есть, но все это по ходу в сторону от Артена. Но поставили здесь, я считаю, да, ее поставили здесь, но это была аварийная установка палатки после получения травм. У меня, кстати, тут под рукой есть картинка совсем близкая, я сейчас покажу, где, по моему мнению, были получены травмы перед тем, как установили палатку для того, чтобы согреть, для того, чтобы согреть травмированных. А согреть травмированных нужно обязательно, иначе они уже через час погибнут без движения от холода. Минуточку. Елена, как будет видно, картинку скажете? Да, видно. Вот это Халачахль. Вот это восточный склон Халачахля. Вот красным треугольником обозначено приблизительное место, где, возможно, по моему мнению, были получены травмы участников группы диагноза. Вот если мы посмотрим влево от этого квадрата, это уже будет юго-восточный склон. Если мы посмотрим вправо от этого квадрата, это будет северо-восточный склон Халачахля. Еще чуть дальше маленько вправо это будет отрок Халачахля, там, где была установлена палатка. Чтобы было более понятно, сейчас я переключусь на соседнюю картинку, на соседнюю схему. Хорошая картинка. Вот это место. Вот по моему мнению, вот красным обозначено это движение группы Дятлова от Лабаза. И вышли они не на перевал, а поднимались они конкретно в эту точку, где обозначено. Вот где-то не доходя до вершины они получили свои травмы и ушли с этого места вправо на 200-250 метров и установили там палатку. Значит, отчего были получены эти травмы, это уже совсем другой вопрос. Травмы могли быть получены по многим причинам. я не знаю, как они получили эти травмы. Можно только догадываться и предполагать. Возможно, что вот от снежной доски и до взрыва ракеты, вот все, что угодно в этом месте могло быть. Здесь могло и ветром снести их, они могли на камни вернуться с высоты, потому что склон тут ледяной. Тут и доска могла сойти, потому что чуть левее маленько тут лавиноопасный склон на самом деле. Это есть фотография. Да, даже на этой фотографии видно. Совсем немного видно, да. И взрыв мог быть там ракеты и взрыв мог спровоцировать сход этой снежной доски. и взрывной волной могло их смести вниз на камни. И просто взрыв мог быть, потому что это место, ну, никто его и не обследовал, по большому счету. Вот кто там был? Да не было там никого еще. Летом я буду его обследовать обязательно. У меня нет версии причины получения травм, но у меня прям уверен я в том, что травмы получены именно здесь. И ушли с линии вправо, там установили палатку, ну, сколько могли, протащили, возможно, и поставили палатку для утепления раненых. Конечно, будут вопросы там, почему они ее резали, почему, но это уже другой вопрос, я совсем недавно показывал, совсем недавно я показывал единственный вариант разрезания изнутри палатки и выбегания людей, это трагедия 54-го года, кстати, Елена, я именно вам на форуме это показывал, правильно, вы это смотрели, когда люди разрезали изнутри палатку, и руководитель всем предложил бежать просто вниз, кто выживет, тот и выживет, но это было в 54-м году, это была совсем другая трагедия, которая к этой естественно не имеет никакого отношения, но факт такой был, я знаю только единственный факт разрезания палатки изнутри и убегания, но дело не в этом, дело сейчас вот почему установили палатку именно в этом месте, вот я объясняю почему, это мое мнение на сегодняшний день, после изучения всех этих мест я пришел к такому мнению, я хочу показать еще одну схему, еще одну минуточку, вот еще ближе, но только другая фотография, мы здесь видим это же место после схода снежной доски в 2021 году, ну надеюсь видно, что доска сошла, но это не важно, я не думаю, что именно эта причина, но не исключено, потому что единственное, где может сойти снежная доска, это только в этом месте, по какой причине она могла сойти, ну здесь она сошла просто, из-за накопления снега, я думаю, но если спровоцировать ее там взрывом каким-то еще чем-то, естественно, она в этом месте сойдет, конечно, но не факт, что именно от нее были получены травмы, сейчас я покажу следующую схему и объясню, почему я думаю, что группа именно сюда поднималась, вот по моему мнению, вот это вот предполагаемый маршрут группы Дятлова, они поднимались, они планировали вот по такой карте, вот по такой схеме подниматься по Ауспии, потом уйти в сторону Халачахля, выйти на хребет и по хребту иди на Тартен, вот именно так они планировали, потому что не зная местности заранее, никогда там не бывав, они бы не стали какие-то там круголя выписывать, предполагая, что мы будем обходить эту вершину, эту будем обходить. Да, вот более подробно, как шла группа Дятлова, как они планировали, вернее, идти, вот в Сауспии они хотели выйти сразу на Халачахль, но ушли потом на юг, сделали там лабаз, переночевав, и опять поднимались в сторону вершины Халачахля и собирались выйти на хребет в районе Халачахля и уже по хребту двигаться, но на Халачахль, на вершину они не вышли и ушли они чуть на север 200, там 300 метров и установили палатку для того, чтобы согреть раненых. по вопросу, как они оказались у Кедра, ну, я считаю, что когда вечером началась, да, кстати, вот по поводу аварийной установки палатки, если кто-то видел, недавно видео у меня вышло на канале по поводу трех очень опытных гидов, которых я по этому вопросу расспрашивал, по какой причине группа Дятлова могла установить палатку, вот они называли только две причины, все трое, кстати, и одна из этих причин как раз была аварийная установка палатки после получения трав. они со мной в этом плане полностью согласны были. А гиды это не просто гиды, это самые опытные гиды Петр, он самый опытный гид приполярного Урала. Ну, это мои предположения, что ставить здесь палатку... А, например, аварийная ситуация и четыре травмированных участника, ну, их же невозможно тащить, поставили? Да, да, ну, а что делать? Тогда да. В этом случае да, да? В этом случае, конечно, если четыре травмированных участника... Еще какие-то есть варианты? Саша Федотов, он самый опытный гид Северного Урала. Вот, что бы тебя заставило не спускаться никуда, а здесь поставить палатку? Скажи. Ну, какая-то супераварийная ситуация. То есть, ну, вот прям или сейчас, или все погибли. А какие бывают аварийные ситуации, что надо здесь ее поставить? Травма участника, которой они не отъемли. Так, раз, дальше, какие. То есть, с утра завтра выходить на Тартен, все будут, так сказать, без просто даже горячего питья, я уж молчу, про еду. Ну, смотри, ну, значит, мы спортивный интерес отбрасываем, правильно? Уже, значит, да. Какой спортивный интерес? видите, вот я его исключаю, то есть, без еды это уже будет... Вот у меня единственный только вариант аварийной ситуации. все, вот я вас тоже. Когда кому-то стало либо плохо, либо он там разбился где-то либо там еще что-то и нести его никуда нельзя, надо срочно здесь поставить. Утеплить его надо просто. Участника троллировали. Все. Это единственный, да? Ну, а Валерия Анямова вы знаете. Ну, ты бы при какой бы ситуации поставил? Вот смотри, вон лес ты видишь. Вот ты оттуда поднялся, часа три даже сюда вот шли сегодня вот. И в это же время вот примерно пришли сюда. Сейчас время сколько? Три, да, или четыре уже? Около трех. Около трех, да, три часа. Вот что бы тебя тут заставило поставить палатку? Какая ситуация? Ну, в случае с дятловцами аварийная ситуация. Не, не, тебя бы что бы заставило? С группой ты бы шел, ты бы был руководителем. Ну, я здесь-то не стал бы ставить палатку, я бы спустился бы в лес. Ну, это понятно, все бы так сделали, но что бы тебя заставило? Хоть есть хоть один вариант. Что бы такое могло случиться, что бы ты все-таки сказал ставим здесь? Ну, крайняя необходимость. Какая, например? Ну, это всякое может быть. Вообще-то. Ну, аварийная ситуация какая-то, нет? Ну, да. Да. Валерий Анямов это вообще человек, который родился в тайге. Кстати, интересный случай такой. Я в Ушми его еще в марте прошлого года попросил, ну, спросил, говорю, вот, в белку попадешь, он там сидит 300 метров, он говорит, конечно, попаду. Я ему не поверил. Он говорит, вон, видишь, шишка висит и тут же выхватывает из-под полы, значит, ружье и не метись, сбивает эту шишку. Там 300 метров. Представляете себе? Маленькая вот такая вот шишечка. Я потом только задумался, думаю, почему в Ушме на хвойных деревьях ни одной шишки нет. Так, ну, ладно, вопрос сейчас не про Валерия. Я продолжу. Как они могли оказаться у кедра? Мое мнение, что вот, когда все три дня мы ночевали на склоне, вечером очень резко в течение получаса портилась погода, менялась и начинался практически ураган. И вот я думаю, что без воды группа могла разделиться, часть группы могла пойти за дровами после аварийной установки палатки. Либо какой-то другой вариант. Но они в какой-то момент, когда им порвало палатку ураганом, либо они сами ее разрезали, когда их замело, так же, как группу 54-го года трагедия была, разрезали палатку, чтобы был доступ воздуха, после того, как палатку замело снегом в метель, в палатке было уже невозможно находиться, ее невозможно было зашить в мороз и холод, и приняли решение перетаскивать раненых вниз. И вот при перетаскивании, когда они потратили столько сил и стали мокрые, а мокрые они стали в любом случае при такой нагрузке, потом выжить они уже внизу там просто не смогли. Они просто не смогли пережить вот эту нагрузку, то есть когда вещи стали сырые и мокрые, потом они согреться не смогли и они замерзли. Вот это все. Значит, но это не точно, вот концовка вот эта вот, это еще будет продумываться, прорабатываться, мы на следующий год опять туда пойдем на 6 дней, на 7 ночей, будем у кедра эксперименты ставить, будем ставить эксперименты на склоне, в том числе на том склоне, который я только что показал. Я прям возьму с собой альпинистское оборудование и будем изучать зимой этот склон на предмет получения травм, на предмет схода снежной доски, на предмет там вообще возможности улететь с этого склона, ну и так далее, так далее. Кроме того, обязательно выкопаем, я обязательно, Станислав, выкопаю не такую траншею, как ты, а поперек, обязательно там поставлю палатку и обязательно под вот этим вот пологим, на этом пологом склоне, вот над этой вот над этой вот массой снега, под этой массой снега я переночую в палатке, чтобы всем доказать, что это абсолютно безопасно. Ну ладно, сейчас вопрос не в этом, Елена, все, я передаю вам слово. Ну тогда может быть Станислав не ответит, вот он спускался вниз и видел, видно было, что вот вы проходите место, где нашли Игоря, вы идете практически путем Дятловца и вот то место у Кедра оно прямо по курсу было у вас или вам нужно было к нему еще как-то пройти отдельно, потом свернуть, вот вам этот маршрут был сложным в том смысле вот как понять вот это место, чем оно обусловлено, чем оно выбрано ими, почему они там остановились, почему не левее 20 метров, там 40, 50, 100 метров в разные стороны, там же огромное пространство, в том числе и лесное пространство. Да, спасибо за вопрос, я бы хотел коротко начать все-таки с палатки, я так считаю, что палатка поставлена как тренировочная ночевка, спокойно выбран снег, сделана снежная яма, так как там поставить палатку на склоне при ветре практически невозможно, то есть мы договаривались с гидами, что возможно попробуем поставить, но поставить крепя за рюкзаки, за что-то другое, снегоходов у ребят нету, они вынуждены из-за ветра выкопать яму в Насте и там получить повреждения. Я хотел бы упомянуть, что, конечно, вот приятно, что Олег все-таки интересуется вот этими природными версиями, что ему все-таки вот он видит, что на склоне бывают, пускай на другом отроге, на другой половине, бывают лавины там прямо на холочахле, то, что мы вообще раньше в версиях никогда не слышали, что там лавины, там нам считалось, что лавины невозможны, что он понимает, что там толще снега, то есть на отроге, что мы тоже раньше не слышали, мы раньше считали, что 30 сантиметров только на полке, и так 30 сантиметров вверх продолжается, перемежаясь с камнями, а тут мы слышим другую ситуацию, оказывается, там значит наст, лавины, склоны, толстый снег, вот это очень интересно, вот хорошо ему, что он продумывает эти версии также, ну тоже хотел бы упомянуть, что конечно, если бы они получили травмы на вершине, то тащить им еще с вершины до палатки, а потом еще вниз, но это как бы вот мне тоже кажется таким, вот, а по моей вот, по моей версии, что все-таки они получают как тренировочная ночевка, вы-то поймите, они молодые ребята, Дятлов пять раз ночевал или четыре на склоне уже в холодной ночевке, они тоже хотят попробовать свои силы, они ведь Ремпелю отвечают как, Ремпель им говорит, опасно идти по склонам по этим, там ветер, там люди от ветра погибают, людей сваливает, есть снежные ямы, можно провалиться, можно погибнуть на этом склоне, а они ему отвечают, для нас это первый класс, что тут они имели, то ли это для них первый класс слишком просто, то ли это для них вот такая вот тренировка, то есть мне кажется, что они могли там ночевать, могли тренировочно ночевать, тем более наши три ночевки доказывают, что там можно спокойно спать, если нет снегохода, выруби в снегу яму, ставь туда, заглубляй палатку и ночуй, и потом будешь со своими студентами общаться, говорить, вот как мы классно ночевали на склоне, мы молодцы, а не просто в лесу, а прямо на склоне уральских гор. Дальше я перехожу, значит, к Кедру. Мне это, по моей гипотезе, мне это место кажется идеальным, так же, как и установка палатки, найденной мной выше палатки, снег, так же и Кедр, мне это кажется местом идеальным. Почему? Это, в принципе, максимальное место, докуда они могли дойти с ранеными. Дальше снег действительно становится мягким, может быть, он туда продлевался до того ручья в 59-м году, потому что там сейчас наросла роща, снег более мягкий, а дальше, а тогда мог быть более плотный наст, они прошли, и мне это место кажется идеальным, да, потому что они могли только до туда дойти, потому что ниже очень мягкий снег, и если бы они были без раненых, они бы шли, всю ночь шли и дошли бы до низа, до леса, а вот тяжеленные ранеными, они именно останавливаются на этом склоне, и вот именно на этом месте, и кедр, он является, понимаете, вот там идешь вдоль ручья со склона, идешь вдоль ручья и идет первый поперечный ручей, во-первых, этот поперечный ручей, он снегозбор с двух гор, то есть с безымянной высоты, с него ссыпается снег, и с холочахля, то есть мы имеем вид, мы можем думать о том, что не знаем, о чем ребята думали, может они изначально имели в виду спастись в какой-то пещере, значит им нужен какой-то снегозбор, какой-то овраг, в этом плане это место разумное, во втором плане это место разумное, когда Шарамин спускался со слабцовым, они упоминали, и другие пасковики упоминали, что кедр достаточно выделялся, крупное дерево, то есть это могло быть ориентиром неким, во-первых, на крупном дереве, кроме ориентира, на крупном дереве крупные сучья внизу, сухие, которые дают разгар костру, хороший заряд, можно разжечь под этим деревом костер, чуть-чуть прикрыть костер от ветра, и иметь кедр как ориентир, ведь если часть группы поднимется, возвратится назад на сбор палатки после отвода раненых, они ведь должны спуститься вниз и найти потом ребят в лесу, а кедр на взгорке, там не такие большие расстояния, буквально какие-то может 80-100 метров, вбок от ручья, подъем вверх, и виден этот кедр, а тогда меньше было деревьев, он еще мог выделяться на фоне лунной ночи, на фоне звездной ночи, мне кажется, это место разумным, костер под кедром, потом для возврата, а также мне кажется разумным и в 50 метрах сделать там снежное убежище, сделать его с настилом, чтобы там обеспечить сидение раненых, бегать от костра к настилу, чтобы как-то контролировать, проверять, поддерживать костер, что до последнего делали Юры, поддерживать его костер как ориентир на возврат тройки, ведь они не знали, возможно тройка дошла до палатки, собрала вещи, спускается вниз, нужно поддерживать костер, и также мы знаем такие факты интересные, что например на кедре вверху выломано окно, то есть что это за окно, такое выломанное сучье, непонятно для какого-то наблюдения, но вот в версии возврата это получает подтверждение, то есть они могли каким-то факелом, какой-то тряпкой, зажженной раз в какое-то время махать, подавать сигналы, что вот ребята спускайтесь к нам, мы здесь, если какая-то налетела пурга или что-то такое, то есть это все сигналы для ориентирования, высокий кедр, костер под ним, рядом пещера, это естественные способы для спасения раненых, для самоспасения, находиться под костром, иметь кедр в виде ориентира, это максимальное место, докуда могла группа дойти с травмированной, дальше просто не пройти, снег глубокий, травмированных не проволочишь, просто трупы приволочешь, поэтому это было разумное, первое место для костра с ориентиром, вот ответ. Поняла, хорошо, Олег, ваша версия? Так, ну я хотел сказать по поводу тренировочной ночевки, ее никак не могло быть без воды, без воды, без возможности натопить снега, возможности там такой нет просто, а мы знаем, что для 9 человек надо только на вечер, ну литров 12 минимум, а плюс, если на следующий день идти на тортен, то нужна жидкость еще и на утро для приготовления пищи, для питья, плюс взять с собой на тортен, ну это просто нереально, никакой тренировочной ночевки из-за отсутствия возможности натопить воду или принести откуда-то воду, но быть просто не может, поэтому у меня единственный вот вариант, я считаю, это мое мнение, по поводу аварийной установки палатки. Что касается кедра, я хотел бы сказать, значит, в сети я вот обратил внимание, есть огромное количество схем, красивых таких, красочных схем, вот эти диванные блогеры сидят и уже там по 10 лет с умным видом надувают щеки и рассуждают о том, то есть, как там группа Дятлова продвигалась кедру, и никто из них до сих пор не знает, что по мере движения от палатки вниз сначала пересекается ручей, где лежат тела, а уже потом будет кедр, где нашли два тела Юр. То есть, все схемы сначала кедр, потом ручей, и вот эти схемы все присутствуют в версиях вот этих вот диванных блогеров, которые до сих пор сидят и умничают, протирая диваны своими вот большими задницами, ну, вообще это ни в какие ворота уже не лезет, понимаете. Вот, элементарно, зайдите к Теодоре на сайт, это англоязычный сайт, там есть все схемы, все схемы движения, там все правильно, все расставлено, вот совсем недавно тут, вот там, кстати, выложены все материалы, все самые лучшие сканы, все лучшие снимки группы Дятлова, все в одном месте находится и все фантазируют до сих пор, где, как и что искать. Все ведь просто, все проще, чем кажется. Ну, вот по поводу кедра это мои мысли. А кедр, он находится рядом с ручьем, прям, там ручей пересекаешь, 64 метра и сразу кедр. Какая разница вообще? То есть, это место или то относительно там места палатки полтора километра спуститься до ручья, либо полтора километра и плюс 64 метра до этого кедра. Какая разница? Эти, вот от ручья, где, там, допустим, от камня Люды Дубининой, даже по снегу до кедра можно дойти за 2 минуты, даже по глубокому снегу. А если это уже протоптанная тропа, то можно дойти, там, не знаю, за 40 секунд. Это 64 метра всего. Поэтому разницы там особой никакой нет, докуда они дошли, до ручья, либо до кедра. Но, чтобы дойти до кедра, надо сначала пересечь ручей, в котором найдена четверка, и в котором настил. И все вот эти схемы, которые существуют в интернете, их там сотни схем, можно собрать и засунуть в одно место этим людям, которые эти схемы красивые придумали. Вот что я хочу сказать. Как это сделать, я не знаю. Как собрать и засунуть? Ясно. Ну, значит, мы ответили на этот вопрос. Ну, что у нас дальше? Олег? Что у нас дальше? Так это, как бы, Зелена, вы ведущая, у вас плана разве нет? Что у нас дальше? Нет, у меня есть план, но мы вроде бы как уже наконец дошли, наверное, до конференции. Вроде как мы уже появился и вложили, да. Елена, я хотел сказать пару слов по поводу экспедиции наших планов на лето, на всю зиму, но это буквально пару слов. Зимой планируются две экспедиции. Это гидов Александра Федотова и Алексея Королева. У них также будет два дня на месте палатки и три ночевки. Они уже запланировали сроки, можно посмотреть на их этих самых группе ВКонтакте. Я ссылку оставлю. Под этим видео можно пройти, посмотреть. Вот рекомендуется тем, кто ни разу в походах не был, вот именно с ними, то есть других вариантов никаких. То есть вас прогарантируют, что вы останетесь там живы, вас вернут обратно, вас довезут туда, увезут обратно, если вы сами ходить не можете, вас там будут кормить, вам не надо питание готовить, то есть на всем готовом, это вип-тур, вип-тур такой. Ну и вторая экспедиция будет наша, мы на более долгий срок, мы раньше туда придем, позже оттуда уйдем, у нас планируется 6 дней, 7 ночей, но мы не приглашаем всех, это исключительно либо кто турист, либо кто уже был зимой на перевале, вот только так, других вариантов никаких, ну и желательно не более 5 человек в общей сложности, потому что один снегоход он может увезти 5 человек с вещами, ну заброска же нужна какая-то, до базы Елича мы будем забрасываться потом пешком, потом своим ходом автономно, без спутникового телефона, все как это было в 23-м году, мы пойдем маршрутом до лабаза сначала, потом сделаем также три ночевки, пересечемся с группой Федотова, Королева, вместе с ними совместно сделаем эксперименты там как с палаткой Александр Федотов хочет сшить такую же палатку из брезента, как была у группы Дятлова, мы хотим там посмотреть, насколько там будет холодно или там жарко, без печки, переночевать там попробовать, если нас туда запустят, если нам хватит места, но не важно, мы все равно в любом случае в своих палатках переночуем, это не так важно, и сделаем кучу экспериментов, и внизу у Кедра две ночи, и с ручьем, и с пещерами, сделаем все эксперименты, и приглашаем с собой нас уже трое, еще двух человек, но это опытных ребят, кто уже был зимой, скажем так, либо туриста, который, ну турист, который был уже в походах, понимает, что такое в полной автономии прийти на перевал, все наши вот эти анонсы уже выложены на нашем форуме, ссылка будет в описании этого видео, присоединяйтесь, кому не страшно, мы вас с собой обязательно возьмем, ну и попробуем вернуться оттуда живыми и здоровыми. Елена, давайте теперь про конференцию поговорим. Ну вот задавайте мне вопросы. Так, ну, Елена, мы во время конференции были на перевале, я, если честно, до сих пор не успел посмотреть все ваши видео в полном объеме, потому что сам вот выкладываю, монтирую каждый день, вы хотя бы в двух словах расскажите впечатления свои там в нескольких там предложениях, хотя бы минут пять, а потом мы зададим вопросы. Да, конечно, значит, это вторая конференция, на которой я присутствовала, в 23-м году была и в 24-м году. Значит, 23-й год, это была конференция, полностью посвящена техногенным версиям и в частности версии Вадима Скибинского, которую разоблачили прямо там на конференции в третьей части. Вадим Скибинский допустил грубые ошибки, он не учел того, что сохранились воспоминания людей, которые испытывали, лично участвовали в испытании ракеты Р-12, и выяснилось, что все эти испытания проходили совершенно в другом месте, а не в том, которое он предположил. В результате и траектория ракеты изменилась, и сами климатические испытания производятся исключительно на стенде, а не без запуска. И, в общем, версия это практически распалась там же. Поэтому в этом году, в 24-м году, уже вот такого жесткого курса на техноген, как мне кажется, не было. Но судя по тому, что я все-таки выступала со своим докладом, и выступали еще люди с другими версиями, не только техногенной. Но все равно вот этот вот курс на техноген, он так или иначе сохранился. Может быть, не в такой жесткой форме, как в прошлом году, но вот, тем не менее, он сохранился. Ну, начнем с того, что самым главным событием конференции это было вступительное слово Петра Ивановича Братоломеев, которое он нам всем сообщил о создании Общественного фонда памяти группы Дятлова от УТУП, то есть под эгидой Уральского университета. То есть именно то, о чем мы все мечтали раньше. Мы так и думали, что этот фонд будет создан при УТИ, потому что ребята там учились. Это как бы логично и нормально. Но, к сожалению, вот так вот получилось, что создалось множество и других организаций, или, в счастье, я не знаю, может, это даже и хорошо, но тем не менее вот такая организация, мне кажется, она и нужна, и, наверное, она и будет, ну вот, будет бороться, наверное, с конкурирующим, да, другим фондом Пунцевича за вот это вот право преемственности, или, наоборот, сотрудничать, мы не знаем, как все повернется в нашей жизни дальше. Вот, поэтому пока что вот такая ситуация, что новая организация сейчас в процессе оформления находится, насколько я знаю, уже практически заканчивается ее оформление, вот, и поэтому вот этот вот новый фонд, да, создается, это Гидуэрфон. Вот и было вот, ну, докладчики многие, может быть, вам знакомы уже, выступал Дмитрий Юрьевич Киреев, он анонсировал открытие памятника в апреле, тоже на территории Уральского университета, это тоже такое приятное для нас всех торжественное событие, значит, ну и все остальные докладчики, так или иначе, включая наших уважаемых поисковиков, они как бы все-таки педалировали эту версию техногена, так или иначе свой взгляд. Значит, Сергей Николаевич Сагрин предложил новый формат конференции, он предложил такой формат, как «Вятловские чтения». Мы потом тоже об этом, может быть, будем говорить, но это, в общем, небольшое смещение акцента на воспоминания и сохранение памяти от, как раньше или даже как вот сейчас, от исследовательской части, как в основном дочитывались версии, но теперь, в общем, не будет, скорее всего, вот этого жесткого акцента на исследование, будет формат воспоминаний такой, а потом уже исследовательская часть. Ну, в общем, как-то вот они будут немножко разнесены в формате вот этих нового «Вятловских чтений». Это, насколько я понимаю. как будут в реальности, мы еще не знаем. Это то, что предложил Сергей Николаевич. Значит, Владислав Георгиевич Карелин выступил с интереснейшим докладом, один из самых мощнейших докладов, это, конечно же, техногенная его тоже часть, но он высчитывал траектории вот этих самых летающих объектов, которые наблюдал он сам 17 февраля, да, со своей группой и других также свидетелей, которые опрошены в уголовном деле те, которые наблюдали летающие объекты. Вот каждый этот протокол, каждое это событие, он отдельно анализировал и смотрел, куда перемещался тот или иной летающий объект и из этого сделал вывод, ну, я так, в общем, сейчас обобщаю в двух словах, что это была все-таки ракета, крылатая с изменением траектории, да, то есть она могла менять траекторию с одного, с полета в одну сторону, потом менять ее в полет в другую сторону, что и пришел к выводам, что возможно, возможно, это была так называемая ракета-буря. Вот это вот все в двух словах, да, кто хочет посмотреть уже выложенное видео с конференции, там на разных каналах, можно посмотреть эти доклады, ну вот, и подподробнее, ну, вкратце обобщаю, что все-таки курс на техноген, да, он сохраняется у поисковиков, у друзей группы, те, кто были с ним в походе, они как-то все равно держатся вот этого, вот этого, да. Из природников, тех, кто придерживается природных версий, это выступал Александр Алексеенков, он сам констатировал, что раньше придерживался техногенной версии, сейчас он, возможно, поменял по своим, так сказать, в результате своих собственных исследований на перевале многолетних, что, возможно, это у него версия теперь будет зимний грозы, тоже, кстати, одна из популярных, из природных версий, знаю, несколько человек ее придерживается, вот, но, тем не менее, он не придерживается лавина, хотя версия слова у него тоже была, вот, я думаю, что вот как-то у него сместилось его собственное мнение, вот, ну, он, во всяком случае, на этой конференции заявил вот так, ну, и, в общем, остальные как-то придерживались больше, на генного курса, был человек, который выступал, Юрий Якимов, с версии НЛО, значит, ну, в общем-то, криминальные версии представляла только я, то есть, фактически, разнообразия, в общем-то, большого не было, да, версионного, это вот, в общем-то, в общих словах, была Наталья Варсегова, но она не выступала, она была в качестве гостя, ну, и немножечко она делала шуму фотография, которая была представлена Комсомольской правдой как новинка конференции, как открытия, на самом деле, это был калаш, который в 2008 году был создан из вот этой самой фотографии, что вы показывали, обнаружение палатки, да, заваленной, там был сделан калаш, который как бы продлевает палатку дальше, и чтобы видно было вот этот вот наметенный снег, как ее обнаружили, но это исключительно калаш, там это чистый фотошоп, был сделан для исследователей, чтобы они могли представить, как палатка выглядела при обнаружении, к сожалению, он в 2008 году не был подписан, так вот в сети завалялся, и почему-то попал в подборку Петра Ивановича. Петр Иванович сделал еще один доклад, он показал фотографии из поисков, может быть, кому-то из других походов, рассказывал, кстати, как они спали в этой самой палатке, накрывшись ею на похожем склоне, так что вот какие-то моменты, может быть, будут открытием интересными. Ну, в общем, я как бы в целом, ну, интересен был доклад Евгения Носкова по привязке маршрута к местности, тоже, в общем, достаточно подробный, кому интересно, могут посмотреть. И сильнейший, конечно, для меня, лично для меня, вот в плане подготовки и компетентности произвел впечатление доклад Владимира Дмитриевича Анкундинова. Он юрист, федеральный судья, закончил свою карьеру в этом звании, и он, в общем, придерживается конкретного мнения, что существует второе дело, секретное, которое, которое было расследовано, в том числе и генеральной прокуратурой, и, в общем, оно до сих пор не открыто. А все, что мы наблюдаем, дело без номера, это вот некая накопительная папка документов. Но, исходя, естественно, из техногенного посылка, то есть случилась какая-то авария, какие-то испытания, и это было расследование, и все расследование происходило в рамках этого эпизода, этого события. Вот. То есть, в общем, так можно вкратце. Ну, естественно, конференция, это всегда интересно в плане общения, да, в плане знакомства, с людьми, с которыми ты знаком виртуале, но никогда не видел их в реальности, и можно будет с ними пообщаться и познакомиться. Ну, вот там же был еще ряд мероприятий, то есть, мы были на кладбище, мы посетили Михайловское кладбище, вот, это был траурный митинг после конференции, Петр Иванович вспоминал свои походы с Игорем, ну, то есть, в общем, это всегда как бы торжественно, приятно, по сути, приятно, потому что вот таких воспоминаний, их можно слушать, в общем, бесконечно, то есть, какие-то всегда новые детали, новые нюансики сбывают, которые все равно нужны и интересны нам, исследователям. Ну, и закончилось, все события 2 февраля закончились на встрече на вечере памяти, которую проводил Алексей Коськин в Музее истории Екатеринбурга, и, в общем, тоже очень приятное событие, которое приятное, душевное, приятные воспоминания оставляет, люди приходят, вспоминают Юрия Константиновича, это все его, как бы, посетители, все его друзья, которые приходили раньше к нему, они там пели туристические песни, делились воспоминаниями о группе, то есть это, в общем, туристы, которые и с Игорем были, их там не так много, вот в этот раз Гудрин приходил, я опоздала на эту встречу с ним, но я посетила это мероприятие чуть попозже, я пришла, и вот еще песни, да, еще на пение песен я еще успела, да, пообщалась там с людьми, тоже, в общем, ну, нормально, то есть все прошло достойно, хорошо на высоком уровне, все понравилось, вот как бы это, если мы в целом с вами, да, будем говорить, значит, и краткий анонс, я тоже скажу, это уже в СМИ везде прозвучало, что фонд Кунцевича, вот под эгидой фонда Кунцевича, сейчас организуется выставка в Музее истории Екатеринбурга, где все артефакты будут выставлены, то есть там все могут посмотреть, и фотографии, и дневники, и пленки, все самые, и вещи дятловцев, и вещи, которые теоретически могли быть у дятловцев, вещи той эпохи, то есть весь этот выставочный комплекс экспонатов будет представлен. Выставка открывается 29 февраля в Музее истории Екатеринбурга, насколько она продлится, я еще не знаю, к сожалению, эта выставка временная, хорошо бы она, конечно, была постоянная, чтобы каждый мог в любое время прийти и посмотреть вот эти вещи, дорогие нашему сердцу. Спасибо, Елена. Спасибо. Я вот, вы пока вот рассказывали, я знаете, что подумал. Вот наши экспедиции, все проходят зимние 2 февраля, как раз тогда, когда идет конференция. Я вот подумал, вообще, вот если бы когда-нибудь, наверное, в будущем МЧС закроет перевал Дятлова из-за лавинной опасности, то мы когда-нибудь попадем на конференцию. Нас просто на перевал не пустят и приедем на конференцию. Олег, вы уже собирались как-то на конференцию, но вы не попали на нее. Ну, в тот год как раз МЧС не закрыл перевал Дятлова из-за лавинной опасности. И почему-то до сих пор этого не происходит, к сожалению. А так бы с удовольствием посетили конференцию. Кстати, вот да, техногенная версия, это имеет место быть, да, вот, но есть один такой нюанс, если все-таки была, был там какой-то техноген, то все это вычистили, и мы никогда не узнаем, был ли он там или не был. Потому что умели раньше подчищать-то. Ну, будем надеяться, что мы когда-нибудь узнаем правду, вообще, что произошло. Спасибо всем. Я предлагаю еще как-нибудь встретиться через пару недель. Да, да. Я еще много чего не сказал. Да, спасибо. Встретимся, всего доброго. Всего доброго, очень приятно, спасибо. До свидания, до свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok